друзья привет меня зовут александр уценко рубрика товарная пятерка и сегодняшняя тема 5 факторов успеха в товарном бизнесе не забудьте поставить лайк этому видео и подписаться на мой канал весь успех стоит за показателями вы как владелец товарного бизнеса должны отслеживать ключевые показатели есть пять важных показателей которые нужно отслеживать и которые прямо пропорционально влияют на прибыль сегодня расскажу зачем именно следить и как это делать это поможет вам обратить внимание на те моменты на которые до этого вы не обращали внимание и знать что подкрутить убедшая при этом свои издержки увеличивая свою прибыль и соответственно после внедрения всех рекомендаций вы будете зарабатывать больше поехали первый показатель это потенциальная чистая прибыль за день и рои важно смотреть сколько заказы вы получаете за день и насколько вам это выгодно можно получить и по 200 лидов в день но наливать в минус ошибка новичков они вроде получают заказы но на выходе у них минус не считают или неправильно считают потенциальную чистую прибыль почему потому что не внедрены инструменты и мало кто хочет мучиться с таблицами и считать а те кто мучается то делают это раз в неделю или один раз в месяц потенциальную прибыль или чистую считаем каждый день по заказам которые подтвердили и отправили в своей команде мы такое что называем по эффективности да часть пойдет не выкуп поэтому мы закладываем уже заранее 15-30 процентов и отнимаем от той суммы которая у нас является потенциально чистой прибылью мы считаем чистую прибыль автоматически с помощью трекера сквозной аналитики с пашка кстати там есть тариф до 100 продаж бесплатно второй показатель это опруф если я вижу что заказов также но денег почему-то меньше я смотрю на подтверждаемость заказов и хочу узнать почему так плохо почему колл-центр меньше подтверждает здесь уже идет работа с колл-центром доработка скриптов продаж прослушивания записи разговоров и анализ аудитории в рекламе и самого ленинга был у нас случае когда мы продавали ювелирное изделие на всех картинках она показывалась цепочкой шнурком вы стоимость шнурка было отдельно мы ее не указывали после того мы поставили цены за шнурок увеличился опух нормальный пруф в товарном бизнесе от 70 процентов третий показатель это до продажи ваш колл-центр служит не для приема заказов они должны до продавать каждый месяц и еще что-то не только принимать заказы это дополнительные деньги для вас проще продать еще раз клиенту который уже согласился купить чем искать нового вам не нужно тратить дополнительные деньги на маркетинг до продавать можно тот же самый товар за скидкой 20 50 процентов сделать акцию 2 плюс 1 продавать смежный товар зависимости от товара зависит ваши до продажи и они могут быть от 30 процентов до 90 четвертый показатель это отправка и выкуп следить нужно за отправкой и отправлять день в день это архи важно вывод недавно отследили если вы отправляете после трех дней у вас уже на 10 20 процентов падает выкуп очень тесно связан с отправкой в украине можно увидеть полноценную картину после 7 14 дней когда все заказы с отправленных перейдут завершено или не выкуп тогда вы должны принимать решение заниматься дальше этим товаром или нет но посмотрите на причины не выкупов если это долгая отправка то виноваты вы и вы должны подготовиться и отправлять день в день 5 показатель это рентабельность и чистая прибыль самого бизнеса и товара после всех движений товаров и когда мы получили деньги считаем чистую прибыль бизнеса и каждого товара и смотрим какие товары работают в плюс какие в минус какие сливаются когда мы в первом пункте считали потенциально чистую прибыль и видели рой в 30 50 процентов сейчас в этот день можем увидеть минусовые рой и из-за возврата чистую прибыль считаем с помощью спашки или системы спашка автоматически считает прибыль каждый день отнимает все возвраты и траты по рекламе мы видим реальную картину нашего бизнеса также от этой суммы что мы получим отнимаем все наши расходы аренду офисные траты звонки телефонию зарплаты и получаем чистую прибыль в товарном бизнесе если у вас есть команда то до 30 процентов рентабельности это нормально чем например отличается подсчет с пашки от подсчетов crm системе crm мы выбираем товар и период смотрим маржу и потом от этой маржи отнимаем траты по рекламе рекомендую два метода подсчета первый это считаем по факту то есть по тому когда вам деньги заходят по статусам завершено изменено все заказы которые мы забрали в этом месяце минус наша реклама второй метод это по завершено добавлено с опозданием считаем в 14 дней то через 14 не считаем все заказы которые получили в crm в этот месяц считаем чистую прибыль и рентабельность чтобы в конце месяца у нас не было удивлений не устану повторять если вы не знаете своих цифр в бизнесе то вы как слепой крот не знаете на что смотреть и ваш бизнес становится ежедневной рутиной вы начинаете считать один раз в месяц один раз в неделю и для вас это огромный геморг чтобы такого не было вам нужны инструменты это серым система lp crm серым система номер один это вар нам веса и трекер для сквозной аналитики для арбитража трафика с пашка поэтому пусть сервисы за вас делают рутинную работу а себя посвятите стратегии развитию вашего бизнеса друзья с вами был александр уценко рубрика товарная пятерка мы сегодня разобрали пять факторов успеха в товарном бизнесе не забудьте поставить лайк этому видео подписываться на мой канал поставить колокольчик подписываться на все мои социальные сети и применяйте и успешного вам бизнеса